Всем привет! В линейке бренда Unitrend нету каких только моделей. В данном обзоре будем рассматривать самую популярную среди радиолюбителей 61 серию. Также заглянем в начинку приборов, сравним и с более старой версией. Красочная, одинаковая фирменная упаковка. Вся основная информация также по техническим параметрам. Важное отличие у модели E+, это более высокая разрядность счетчика измерения и от этого разрешения пляшут более высокие значения измерения милливольтов, сопротивлений и других значений измерения. Но есть такие функции, которых даже нет у модели E+, к примеру, возможность измерения Low-Z. Такой функции располагает только модель D+, так сказать, возможность измерения напряжения с более низким входным сопротивлением. Ну и еще очень важная полезная функция, возможность измерения температуры, которого нет в обоих других моделях. В целом вот такие отличия. Комплект поставки на всех трех приборах почти все одинаково. С каждым прибором идет сертификат соответствия с датой производства, поверки. Все приборы комплектуются вот таким красочным руководством пользователя на одновременно китайском и английском языке, где можно найти все основные технические параметры прибора, допуски, разрешения и так далее. Еще небольшие отличия у модели E+, есть еще такой переходной адаптер для тестирования транзистора и так далее. У модели D+, имеется вот такая термопара. В остальном все абсолютно одинаковое, в том числе и в каждой модели есть провод для синхронизации с компьютером. Провода все на стандарте USB. Качество материала и качество изготовления почти не отличаются друг от друга. Прорезиненные, мягкие на ощупь переключатели. Точно такое же одинаковое расположение и гнезда шупов. Но и незначительные отличия все-таки есть. Это при одинаковом значении измерения токов на модели E+, видим дополнительную маркировку о возможности коэффициента усиления транзистора. Для этого на селекторе можем видеть отдельный свой режим, режим измерения усиления транзистора. На модели D+, в том же месте расположен уже режим измерения температуры. Но это и основные, самые большие отличия. Хотя, если говорить про вот эту отдельную функцию Low-Z, то данная функция изначально была только в самых дорогих приборах, как, например, на этой модели промышленного стандарта. Еще небольшие отличия на корпусе прибора. Это обозначение счетчиков измерения. Еще одна функция модели DHVAC. Если не ошибаюсь, такая же функция есть в мультиметрах Fluke. Полезная функция для работы с системами отопления и кондиционирования. Что же касается отсеков для элементов питания, то снова здесь все одинаково на всех приборах. Питается от 4 батареек стандарта 3А 1,5 В. В нашем случае установлены никель-металл-гибридные аккумуляторы с более низким значением напряжения 1,2 В. Отлично организована защита. Не разбирая прибор, можно быстро производить замену предохранителей. Два отдельных предохранителя отдельно для малых и коммутации высоких токов. На двух младших моделях плата зеленого цвета и в модели E+, текстолит в синем цвете. В таком цвете это небольшая партия в начале производства. И если не ошибаюсь, сейчас все идут в текстолите зеленом. На приборах одинаково расположена бронзовая резьбовая вставка для крепления на штатив или можно сделать специальный кронштейн самостоятельно для надежной фиксации на рабочем месте. Также на всех бронзовые резьбовые вставки для отсека элементов питания. Сверху расположены гнезда для подключения провода синхронизации с компьютером. Органы управления всего по 6 резиновых кнопок достаточно крупного размера. Одинаковые формы приборов, одинаковое в том числе и качество материала, ну и конечно же одинаковое качество изготовления вне зависимости от ценовой категории. Ну и селектор-переключатель, он один из лучших, наверное, которые мы видели в мультиметрах. Очень точное, мягкое переключение и самое главное, без какого-либо усилия с помощью одной руки можно переключать режимы, при этом прибор не будет бегать по столу. На всем протяжении видео будем использовать высококачественные щупы для стабильности измерения. Первое включение приборов, режим измерения напряжения. Одинаково кнопкой Hold можем зафиксировать показания измерения, то есть удержание значения измерения. А при удержании данной кнопки нажатой позволяет включить подсветку дисплея. В этой серии самая лучшая реализация работы подсветки, потому что, во-первых, это идеально равномерная подсветка по всему дисплею, то есть нету сбоку ярко выраженных светодиодов подсветки, потому что не каждый производитель уделяет такое внимание, поскольку довольно старая технология построения монохромных жидкокристаллических дисплеев, как на старых телефонах, ну или у радиоприемников, нисколько даже в дешевых, но и даже в более дорогом сегменте. И не каждый производитель способен закладывать уникальные дисплеи без вот таких вот ярко выраженных пересветов на углах дисплея. Еще хочется отметить и прекрасные углы обзора. По горизонтали это вообще под прямой угол, хотя сама технология таких монохромных дисплеев под определенными углами имеет переход контраста. Ну это уже проблема не конкретных моделей, а вообще в целом технологии. По крайней мере в мультиметрах абсолютно идеальных углов обзора, как на IPS матрицах, по крайней мере пока еще нигде не видел, ни в одном приборе. Ну и самое главное, подсветка этих дисплеев работает столько, сколько это потребуется. То есть включили подсветку и она может гореть хоть несколько дней подряд. Не будет автоматически отключаться, назойливо через каждые 10-15 секунд, как в некоторых моделях. И главное, не придется через такой короткий промежуток времени постоянно его включать, включать, включать. А отсутствие подсветки в прошлой версии модели Е оказалось действительно большой проблемой, которая вызвала массу обсуждения по самостоятельной доработке прибора. Ну и немаловажная функция автоматического отключения прибора. Данная функция отражена в виде таймера на дисплее. Так называемая функция Auto Puller Off. И если не пользоваться прибором в течение 15 минут, прибор создает предупреждающий сигнал. Нужно успеть нажать какую-нибудь кнопку или переключить режим. Если этого не сделать, то спустя менее минуты прибор автоматически отключается и тем самым сохраняет жизнь элементам питания. Но при желании на всех приборах данную функцию можно отключить. Для этого на выключенном приборе удерживаем кнопку Select, включаем прибор, слышим такой характерный сигнал и таймер-значок исчезает с дисплея. То есть отключилась функция Auto Power Off и теперь прибор может работать бесконечно долго вплоть до полного опустощения элементов питания без автоматического отключения. Данная функция отключается точно так же и на двух остальных приборах. В первом режиме измерения напряжения здесь, помимо того, что измеряется напряжение, есть возможность измерения и частоты процентного соотношения. И конкретно этой модели есть функция Low Path Filter. Но в модели D, в отличие от этих приборов, есть возможность в данном режиме измерять и постоянное и переменное напряжение в одном положении. То есть оба режима в одном положении селектора. Чем полезна данная функция? Во-первых, это меньше придется переключать сам селектор. Соответственно, это и меньше износа самой уязвимой части, так сказать, прибора. Ну и на всех трех приборах, помимо основного цифрового табло измерения значения, есть еще аналоговая шкала, которая в двух первых моделях, она как бы дублирует основные показания, то есть не отличается скоростью измерения. Как видим, скорость обновления цифровой и аналоговой части один в один повторяют друг друга. Ну, эта шкала еще несет дополнительную информацию о том, в зависимости от того, насколько заполнена шкала, можно предположить о том, примерно когда будет переключаться между диапазонами режима измерения. Измерение бытовой сети видим значок высокого опасного напряжения, ну и на аналоговой шкале, как на старых приборах, образно можно представить примерное значение переменной бытовой сети. Ну и при желании в данном режиме кнопкой Герц можем переключаться в режим измерения частоты, либо еще одно нажатие позволяет переключать в режим измерения скважности. Еще раз хочется отметить прекрасную подсветку, одинаковым равномерным свечением по всему экрану. Ну и аналоговая шкала в данной модели тоже все, как видим, дублирует цифровую часть измерения, то есть одинаковая скорость измерения. Хотя применение таких аналоговых барграфов можно встретить на очень многих приборах, в том числе и других брендов. Здесь также снова можем измерять с выбором ручного диапазона с помощью кнопки Range. Те же самые режимы, как в первом приборе. Точно так же при измерении бытовой сети есть индикатор опасного высокого напряжения. Кнопкой Герц меняем возможность измерения частоты. Еще раз нажатие позволяет измерять процентное соотношение. Ну и самый лучший результат. Смотрим, насколько живой аналоговый бар. Прекрасная чувствительность. Если не ошибаюсь, это обновление 20 раз в секунду. То есть скорость обновления барграфа значительно превышает скорость обновления основного цифрового измерения. То есть здесь это уже не дублер и не муляж, а настоящий отдельный независимый измеритель с более высокой чувствительностью. Если же сравнивать приборы, то сразу бросается значение измерения аналоговой шкалы, соответствующей для каждой разрядности из приборов, особенно учитывая разрешение измерения, 4 цифры после запятой, тогда как на двух остальных всего 3 цифры. То есть у модели E+, дополнительно в данном режиме есть возможность увидеть и микровольты. Ну и в режиме ручного выбора диапазонов, здесь тоже более широкие возможности. То есть в минимальном диапазоне все равно остается возможность измерения одной цифры после запятой. Измерение переменного напряжения дублируется. Коротким светозвуковым откликом, вероятно есть какая-то защита. Проверки до измерения высоких напряжений. Ну и на этой модели тоже есть индикатор опасного высокого напряжения. Ну и возможности переключения на частоту и процентного соотношения. Но лучше было бы конечно, чтобы вся информация выводилась одновременно в одном дисплее. Кнопка справа это фиксации максимальных и минимальных значений измерения. Короткое нажатие включает функцию Max, возможность фиксировать максимальные значения измерения. Точно так же включается и на остальных приборах. И как видим на приборах идет обнаружение самой высокой значения измерения. Ну а если потребуется фиксация минимальных значений измерения, снова короткое нажатие данной кнопки позволяет переключить в режим Min. То есть здесь уже приборы будут стремиться зафиксировать минимальные значения измерения. При удержании нажатой кнопки выходим из данных режимов измерения. Все то же самое и на этих приборах. Ну и у этих моделей есть возможность фиксировать пиковые значения измерения. Для этого тоже удерживаем кнопку нажатой и прибор переходит в фиксации возможных самых высоких пиковых значений измерения. То есть тех значений измерения, которые не способен зафиксировать режим Max. Не то что не способен, просто есть такие значения, короткие показания, всплески, в котором режим Max попросту может и не заметить. Или даже если заметить, то показания могут оказаться не до конца ясными. Ну и на дисплее появляется такое значение P Max, который собственно отражает и сам режим измерения. Здесь все точно так же включается данный режим. Ну а здесь, к сожалению, такой функции не предусмотрено. И для выхода из этого режима снова удерживаем кнопку нажатой. Теперь смотрим на попытки извлечения сигнала с частотой в 1 Гц. И как видим, нет стабильного значения напряжения. Ну а в разделе частоты 1 Гц распознается как 0,9 Гц. На бытовой частоте в 50 Гц. На пиковой синесоиде в 5 Вольт. Есть нормальное отображение истинного значения измерения напряжения, в котором можем убедиться на примере осциллографа Райгал. При снижении частоты до 10 Гц. Снова видим, значительно падает и истинное значение. Ну а с повышением частоты видим пока, что все нормально сохраняется. На 3-4 Гц снова идет снижение амплитуды. Вернее, снижается извлекаемая амплитуда. 10 кГц есть. 30-40. Теперь поднимаем максимальную пиковую амплитуду на 25 Вольт. И снова пытаемся извлечь максимум частоты. Теперь еще небольшой тест на нормальной частоте в 50 Гц. Посмотрим, какую минимальную амплитуду сможет отобразить. На 1 Вольт пока что сохраняется нормальное напряжение. Менее 1 Вольт идет постепенное снижение. И на пиковых 100 мВольт видим не совсем точное измерение. Плывут показания. Но более-менее стабильный результат можно получить на 200-300 пиковых мВольтах. А в разделе частоты при столь низкой амплитуде 100 пиковых мВольт и даже более этой амплитуды все равно частота идут ошибки. И только в 300 мВольт начинает более-менее точно формироваться частота. И такой небольшой тест при частоте в 1 кГц смотрим на возможность извлечения с разных форм сигнала. На такой частоте идет достаточно быстрое измерение, достаточно быстрая стабилизация в каждой форме сигнала. Но учитывая самую низкую стоимость данной модели в линейке 61 серии, считаю показывает неплохие результаты. В модели D+. Для начала тоже будем смотреть сколько может измерять максимум частоты. И как и на первом приборе измеряют максимум 40 кГц. Теперь поднимаем амплитуду пиковую на 25 Вольт. И здесь также видим максимум, как и на прошлой модели 80-90 кГц. Теперь попробуем возможность измерения минимальной частоты. 1 Гц прибор думает, но извлекать, к сожалению, такую частоту не может. А вот попытки 2 Гц отобразить показывает более-менее неплохой результат. Хотя если очень долго подождать, то прибор как-то пытается отобразить и частоту в 1 Гц. Еще такой тест. Посмотрим на нормальной частоте в 50 Гц. Возможность отображения истинного значения на малых милливольтах. Постепенно снижаем амплитуду. В пределах половины Вольта прибор нормально извлекает и частоту, и возможности отображения истинного среднеквадратичного значения. Ну и амплитуда пиковых 100 милливольт. Раз нет возможности нормально извлекать частоту, то и значения истинного измерения не совсем правдоподобные. Ну и для полноты картины здесь также смотрим разные формы сигнала при амплитуде в 5 Вольт пиковых. Здесь точно так же как и на первом приборе идет достаточно быстрая стабилизация измерения. И как видим извлекается соответствующее напряжение под конкретную форму сигнала. Теперь и самая интересная модель. На этом приборе для начала тоже посмотрим на возможность измерения максимальной частоты. И конкретно в данном режиме смотрим извлекает максимум частоту в пределах 20 кГц. Это значение конечно ниже чем на предыдущих приборах почти в два раза. И даже при изменении на максимальной амплитуде в 25 пиковых Вольт все равно значение измерения не превышает чем на первых двух приборах. Ну и максимальное значение в данном режиме с такой амплитудой это 22-23 кГц. Теперь при амплитуде пиковых в 5 Вольт посмотрим на возможность измерения минимальной частоты. До 5 Вольт все нормально измеряется, хотя измерения идут недостаточно быстро. И все что ниже 5 Гц, внимание прошу обратить на аналоговую шкалу, на скорость обновления. Прибору с такой большой разрядностью тяжело обрабатывать информацию. Шкала начинает гораздо реже обновляться. Ну и при постепенном увеличении частоты можем наблюдать, как резко увеличивается скорость обновления аналоговой шкалы. Ну и при нормальной частоте в 50 Гц, теперь попробуем возможность измерения минимальной. Нормальное извлечение напряжения из пиковой амплитуды истинного значения. И на отметке в половину Вольта пока что сохраняется нормальное извлечение частоты. 400, 300 и даже 200 пиковых милливольт все равно извлекается частота нормальная. И на 100 милливольт пиковых идет провал. Ну и 110 пиковых уже дает нормальных 50 Гц частоты. И соответственно гораздо лучшие возможности измерения при более низкой амплитуде с частотой в 50 Гц. И еще один небольшой тест. При нормальной амплитуде в 5 Вольт и с частотой 1 кГц будем сравнивать различные формы сигнала. Достаточно быстрая стабилизация измерения. И как видим извлекается соответствующее напряжение под конкретную форму сигнала. На постоянном напряжении также смотрим есть возможность извлечения малой паразитной амплитуды. Хотя спустя немного времени сигнал куда-то пропадает. Также смотрим и остальные формы сигнала как на первых двух приборах. На случай если кому интересно сравнить. Все три прибора неплохо измеряют. Показывают почти одинаковые результаты измерения. Теперь посмотрим возможность измерения постоянного напряжения. Будем питать с помощью высокоточного блока питания Райгл. Первые измерения начнем с самых маленьких милливольтов. Как видим 1 милливольт, 2, 3, 4, 5, 6. Все очень точно повторяет как на блоке питания. То есть каждый милливольт складывается. И как видим очень точно повторяет показания на блоке питания. 500 милливольт все то же самое один в один. Это очень хорошо, что не набегает погрешности при уличении напряжения. Поднимаем напряжение еще больше. Здесь также смотрим неплохо показывает по скорости измерения. Но вот точность чуть-чуть. Есть уже расхождение при напряжении в 5 вольт. А при значительном превышении смотрим здесь уже погрешность не складывается. И это прекрасный результат. Ну и что касается выбора диапазонов измерения. Здесь точно так же кнопкой Range. Можем выбирать десятые, сотые, тысячные доли вольта. Или же просто целые числа измерения. Для возврата в автоматический режим удерживаем нажатую кнопку. На модели D+. Смотрим кнопкой Select. Можно поменять режим измерения с переменного напряжения на постоянное напряжение. Здесь также проверяем на возможность отображения самых малых чисел милливольтов. 1 милливольт есть. 2. 3. Все отлично измеряется. 10 милливольт показывает точных 10 милливольт. Все что дальше точно так же видим отлично измеряется. Самое главное не набегает погрешности. На более высоких измерениях смотрим 500 милливольт точь-точь, как на блоке питания. 1 вольт отличный результат. Почти то же самое на блоке питания. И на максимально возможном напряжении блока питания в 32 вольта видим тоже показывает неплохой результат. И точно так же, как на первом приборе, здесь кнопка Range. Можем выбирать сотые, десятые, тысячные доли вольта. Ну а если сравнивать с старшей моделью, то преимущество приборов E+, особенно счетчика измерения в данном режиме. Ну и для более высокоточных измерений смотрим, как на старшей модели более точно отражается цифра за милливольтами. Соответственно, хотя бы более-менее примерно можно оценить количество микровольтов. Теперь смотрим, есть половина вольта. Одинаково отлично измеряется на обоих приборах. Но когда поднимаем напряжение до 5 вольт, смотрим, как меняется диапазон режима измерения в автоматическом порядке. И теперь одинаково по 4 цифры на дисплеях у обоих моделей. Хотя по точности все равно выигрывает, хоть и незначительно, старшая модель. Ну а при выборе, ручном выборе диапазонов с кнопкой Range смотрим. И на напряжении в 32 вольта. Снова видим неплохой результат. И еще один такой момент, который не хотелось бы упускать. Это работа счетчика измерения, вернее гистерезис. То есть, как видим, в измерениях есть 3 цифры после запятой. Более высокое разрешение. И данное разрешение сохраняется вплоть до значения счетчика измерения. После чего переключается в режим уже с более грубым разрешением измерения. Ну и в обратном направлении есть небольшой гистерезис. Еще такой небольшой тест на скорость и точность измерения элементов питания. Как видим, все достаточно быстро измеряется. Одинаково быстро измеряет и модель D+. Ну и отличное измерение в модели E+. Ну и как видим, вместо двух цифр после запятой данной модели отражает уже 3 цифры. Коротко пробежимся и в режиме измерения милливольтов. Здесь точно так же видим и под режим измерения частоты, процентного соотношения и возможность переключения между переменным и постоянным напряжением. Теперь смотрим с нормальной частотой 50 Гц. Возможность отражения минимальной амплитуды на 100 милливольт пиковых напряжений. Видим достаточно точное излечение истинного значения измерения. В данном режиме измерения милливольтов смотрим, сколько максимум милливольт переменного напряжения может отображать. Видим 500, 600 и то есть измеряет максимум до 600 милливольт переменного напряжения. Теперь с амплитудой в 5 вольт пиковых смотрим в данном режиме на возможность отображения, максимум частоты 100 Гц есть, 1 кГц есть, даже с увлечением амплитуды возможность измерения максимум частоты в 4 МГц. Но специально для измерения частоты на этих приборах есть отдельно свой режим частоты. И в данном режиме тоже, как можем видеть, измеряет максимум 12 МГц частоты. Теперь с нормальной частотой 50 Гц смотрим возможность отображения очень малой амплитуды пиковой и его результат в истинном среднеквадратичном извлечении напряжения. В модели D+, тоже максимальная возможность измерения частоты упирается в 3-4 МГц. То если перевести в отдельный режим частоты, и здесь точно так же, как и на первом приборе, он может отображать максимум 11-12 МГц. В данном приборе при нормальной частоте в 50 Гц смотрим, как он может отображать даже самые маленькие значения милливольтов и его результат в истинном среднеквадратичном извлечении напряжения. Ну и смотрим максимум возможность отображения милливольтов в данном режиме. Здесь точно так же, как и на первом приборе, измерять милливольт и может максимум до 600 с лишним милливольт. На старшей модели тоже видим возможность отображения истинного значения напряжения в амплитуде 1 пиковых милливольт. Хотя и не так точно, но с увеличением амплитуды результат становится приближенным к более истинным значениям измерения. Ну и в данном режиме возможность отображения максимум 220 милливольт переменного напряжения. И на данном приборе тоже посмотрим на возможность максимального отображения частоты. И как видим, в данном режиме измеряют максимум 20 кГц. Или, правильнее говоря, 22 кГц. То есть, согласно счетчику измерения прибора. Ну и здесь тоже можем выбирать отдельный раздел частоты. И на данном режиме видим, что 100 кГц спокойно измеряет. И более 10 мегагерц. И даже 80 мегагерц. И это все еще не максимальные возможности измерения частоты в данном приборе. А лишь ограничение возможности генератора сигналов. Но в данном режиме попытки измерения минимальной частоты. Все, что менее 5 Гц. К сожалению, прибор не может зафиксировать. И такой короткий небольшой тест сравнения постоянного напряжения в режиме милливольтов. Видим две цифры после запятой. Это микровольты. Этих значений нет на блоке питания, поскольку нет такого разрешения. И благодаря данной функции можем видеть, что творится за 1 милливольт напряжения. Смотрим. И одинаково точно измеряет 10 милливольтов. Ну а примерно свыше 60 милливольт. Падает разрешение на мультиметры. И теперь можем наблюдать только одну цифру после запятой. Но при этом видим в сравнении достаточно точные показания измерения. При напряжении 600 милливольт прибор переходит в режим ошибки. Точно такие же абсолютно одинаковые показания измерения идут и на данной модели D+. Все то же самое и по точности. И даже порог перехода в более низкое разрешение 60 милливольт. И максимально возможное измерение чуть более 600 милливольт постоянного напряжения. И что интересно в модели E+. Хоть и есть такая большая разрядность, но измерение начинается все так же, как и на двух предыдущих приборах. Всего две цифры после запятой. Точные показания 10 милливольт. Ну и преимущество данного прибора. Здесь видим при превышении порога 60 милливольт. Прибор естественно за счет более высокой разрядности не переключается в другой диапазон измерения. В ошибку уходит при превышении значения 229 милливольт. Что номиналом значительно ниже двух предыдущих приборов. Теперь переключаемся в более функциональный режим измерения, где для начала будем измерять сопротивление. На всех трех приборах одинаково при желании кнопка и range можем выбирать разные диапазоны измерения. Это и килоумы, мегаумы, омы и так далее. Ну и при удержании нажатой кнопки возвращаемся в первоначальный автоподбор диапазонов измерения. Сопротивление начнем измерять с самого малого номинала 0,05 Ом. Близкое номиналу короткого замыкания. Для начала проверим сопротивление на самих щупах. Как видим стоят нули. Для более комфортного и быстрого просмотра видео сейчас транслируется в ускоренном режиме в 2,5 раза. И хотя нету второй цифры после запятой для более полного анализа, то все равно прибор показывает максимально приближенные по точности показания измерения. Но скорость измерения конечно остается невысоким. В модели D+, также смотрим значения между шупами. Здесь все такая же картина, всего одна цифра после запятой. Если верить руководству пользователя, то первых два прибора могут измерять максимум до 60 мега Ом. Также долго измеряют как и первый прибор, но точность измерения такая же хорошая. И по нашей технической возможности пока что видим измеряет прекрасно до 24 мега Ом. И старшая модель, здесь видим все гораздо лучше реализовано. Здесь уже нормально отображается вторая цифра после запятой. И при каждом измерении, если будем убирать сопротивление шупов, то можем видеть как все достаточно точно измеряет разные значения сопротивления. И на этом приборе, кажется, чуть более быстрые проходят измерения. А с возрастанием значения номиналов сопротивления, то и скорость стабилизации тоже соответственно видим гораздо все проходит быстрее. Данный прибор тоже, если верить руководству, может измерять максимум до 220 мега Ом. Так сказать, своего рода мегометр. Теперь посмотрим на измерения и прозвонки, которые очень много обсуждали на нашем прошлом ролике. И большинство пользователей пришли к тому, что все-таки лучший из лучших прозвонов было в старой версии 61 модели. Могу сказать, что это действительно так. Это по-настоящему такой живой, настоящий отклик. Очень высокая чувствительность и самое главное, нет никакого зависания, задержки и разрыв он просто мгновенный. Хотя и здесь при режиме прозвона можем видеть, как измеряется сопротивление между шупами. А вот аналоговая шкала, она как бы тут роль участия не принимает. В новой модели прозвон стал гораздо громче. Будет полезно у кого проблемы со слухом. Это тоже своего рода высокий аргумент. В новом приборе также стоит отметить очень точную, быструю реакцию. Но аналоговой шкалы здесь тоже не видим. Хотя скорость реакции на этой модели тоже отличная. Но при самом-самом таком значении уже прозвонка переходит в, так сказать, одну целую. Непрерывную линию звука. Но при этом, как таковой, работу функции прозвона не уступает многим приборам на рынке. А если чуть подольше замыкать шупы, смотрим, прибор начинает измерять сопротивление между шупами. И одновременно начинает дублировать прозвон светодиодом. Очень полезно тем, у кого проблемы со слухом или вовсе отсутствует. Но и при более продолжительном измерении прозвона, здесь уже видим, на разрыв звук немного зависает. То есть не сразу разрывается. Не будем долго сравнивать эти две модели, поскольку точь-в-точь. Потому что здесь тоже хорошая скорость, но при более высокой скорости уже снова выравнивается линия звука. Но интересное отличие, при замыкании шупов, здесь индикатор сперва загорается красным цветом. Ну и когда разрыв, тоже загорается красным диодом. И, не знаю, мне кажется, быстрее размыкание. То есть красный диод забирает лишний заряд с динамика. И разрыв меньше всего оставляет за собой шлейф. Модель B+, также прекрасен в данном режиме. Точно такая же черточка линии звука, постоянная. Но на размыкание тоже кажется чуть получше. Для переключения режима теста диода нажимаем кнопку Select. Здесь свой отдельный режим, на который будем переключаться с селектором. И третий прибор, снова кнопкой Select, переводим в режим теста диода. На самой младшей модели смотрим достаточно хорошее напряжение от 3,2 вольта. У старшей модели в линейке чуть менее 3 вольт. И модель D+, тоже показывает 3,2 с лишним вольта. Пример теста диода. В обратном направлении полная тщина. Но в другой стороне видим падение напряжения и одновременные индикации с светодиодом с дублированием звука. На этом приборе тоже в обратном порядке тщина. В остальном все точно так же измеряется. Пример измерения и в старшей модели. Тут тоже все абсолютно одинаково. Начнем с него же и тестирование светодиодов. Некоторые видим хорошо измеряется свето-звуковым откликом. На некоторых видим есть падение напряжения. А часть из них просто зажигает. Но нет индикации и нет дублирования свето-звуковым сигналом. На модели D+, прекрасный результат. Практически на всех измерениях есть падение напряжения. Но только часть из них дублирует свето-звуковым оповещением. Точно такую же работу показывает и самая младшая модель в данной линейке. И еще для полной картины небольшой тест светодиодной лампочки. Здесь смотрим. Есть индикация падения напряжения и нормальное зажигание светодиода. Второй прибор. Точно так же есть индикация падения напряжения. Ну и как на первом приборе достаточно ярко зажигает светодиод. Старшая модель нормально зажигает. А вот нет ни падения индикации, ни света, ни звука. В общем, только зажигание. Пробуем измерить емкости конденсаторов. Здесь снова очевидно преимущество старшей модели. Есть индикация сразу три цифры после запятой. А здесь всего лишь по две цифры после запятой. Ну и нет возможности выбора ручного диапазона ни на одном из приборов. Все делается в автоматическом порядке. Для удобства и более комфортного просмотра. Поскольку емкости измеряются очень долго. И видео будет отображаться в два с половиной раза в ускоренном режиме. Малые емкости довольно быстро измеряются. А вот более мелкие значения пикофарад. То есть 22 пикофарад и 10 пикофарад. Прибор не совсем корректно отображает показания измерения. На этом приборе тоже видим. Есть измерение возможности отображения нанофарад. Стабилизация показания измерения. И даже скорость кажется чуть лучше, чем на первом приборе. Точность тоже чуть повыше. Но все же не точно отображает 22,10 пикофарад. Смотрим теперь старшую модель. За счет более высокого разрешения счетчика измерения. Здесь можем видеть нанофарады даже измеряется в режиме микрофарадов. Ну и дальше прибор в автоматическом порядке переключается в режим измерения нанофарад. 100 пикофарад видим как точных 100 пикофарадов. Ну и емкость 22 пикофарада тоже пытается отобразить. 10 пикофарад, как видим, прекрасный результат. Учитывая статику в шупах, то это один из лучших результатов. Теперь проверим и большие емкости. Вот здесь реально все измеряется гораздо дольше в сравнении с нанофарадами. То есть отображение микрофарад, или так скажем, милифарад. Все идет довольно долго, но показания идут. Ну и как видим, спокойно измеряет даже 49 с лишним милифарад. Модель D точно так же не сказать, что чем-то отличается по скорости. Хотя скорость измерения гораздо ниже, чем измерение нанофарад. Долго, но есть и 22 милифарада. Ну и как можем видеть, 49 с лишним милифарад. И самая старшая модель в линейке. Не знаю, есть ли вообще разница с предыдущими приборами. Скорость измерения, ну и в точности. Неплохие, похожие результаты. 12 милифарад. Видим, есть показания измерения 22 милифарад. Ну и 48 с лишним милифарад. А вот что реально было лучше в старой серии, так это выбор диапазонов в ручном режиме, которые, к сожалению, нет ни в одной из данного обзора моделей. Ну а для тех, кто жаждет все-таки увидеть измерение емкости и на старом приборе, то чтобы было все одинаково, измерение здесь тоже проведем в 2,5 раза ускоренном режиме трансляции. Измеряет вроде гораздо быстрее. Отличные измерения и в режиме измерения нанофарад. И чтобы развеять все ваши сомнения в пользу новой серии, смотрим тут очень большой провал в измерении малых тисел пикофарад. То есть емкости 100 пикофарад и ниже прибор не смог измерить. Поэтому есть смысл подумать, прежде чем что-то брать. Теперь небольшой тест по току. Тоже касается данной функции коэффициента усиления транзистора. Это единственная функция, которая есть только в данном приборе. Ну и тестирование транзистора будут проходить через тот самый адаптер, который смотрели в начале ролика. Режим измерения тока. Начинаем с микроамперов. На двух приборах видим всего одна цифра после запятой. В данном режиме есть возможность выбора ручного диапазона с помощью той же кнопки Range. Все одинаково на двух первых моделях. И здесь все то же самое, но измерения в более высоком разрешении. И для измерения малых токов, естественно, соблюдаем гнезда шубов. Импровизированная нагрузка резистивная. На мультиметре смотрим одна цифра после запятой. Этот ток менее 1 мкА. Микроамперы, которых вообще пока не видит блок питания, потому что нет такого разрешения. Но при этом смотрим максимум прибор измеряет до 600 мкА тока. И здесь наблюдаем небольшой гистерезис. Ну и свыше 600 мкА переходит в режим измерения только целые числа мкА. И измеряет свыше 6000 мкА. И дальше уходит в ошибку. Любителям измерять милиамперы утечки тока видим точные показания измерения наравне с высокоточным блоком питания. Ну и здесь порог измерения максимум 600 мкА тока. Ну и переключение диапазонов здесь происходит на уровне 60 мкА. А в обратном направлении смотрим тоже есть гистерезис. В коммутации грубой силовой части здесь тоже смотрим есть сразу отображение всех чисел милиамперов. Ну и самое главное с увеличением тока то показания измерения видим все достаточно точно измеряет. В модели D+, все точно такая же картина. Измеряется примерно до 600 мкА. А в обратном направлении смотрим тоже есть одинаковый гистерезис. Примерно на такое же значение. И здесь тоже как показывает аналоговая шкала и измеряет свыше 6000 мкА. И дальше уходит в ошибку. Здесь измерения мкА все то же самое как и на первом. Поэтому сразу смотрим. Милиамперы и миллиамперы тоже все одинаково. Одинаково даже порог срабатывания гистерезиса. И потолок измерения снова 600 милиампер. В коммутации грубой силовой части здесь тоже смотрим есть сразу отображение всех чисел милиамперов. То есть в режиме амперов можем видеть и миллиамперы. Очень полезно для проверки утечки тока. Потому что если есть короткое замыкание или какие-то большие токи источники потребления, то проверяя на слабой цепи, можно и не догадаться, как предохранитель успеет выйти из строя. Ну и самое главное, с увеличением тока, то показания измерения видим все достаточно точно измеряет. А вот здесь прекрасный результат. Видим две цифры после запятой. Это значение менее 1 микроампера. Ну и здесь смотрим переключение диапазона. Идет уже на 220 микроампер. Похоже отталкивается от счетчика измерения данного прибора. А в обратном направлении смотрим тоже есть одинаковый гистерезис. Ну и в данном диапазоне тоже есть отличия. Снова отталкиваясь от счетчика измерения, показания видим 2200 микроамперов. Здесь в режиме измерения миллиамперов можем видеть и все цифры микроамперов. Данные микроамперы можем наблюдать до 22 миллиампер. После которого переключаемся в более грубый режим измерения, где уже две цифры после запятой. Есть небольшая задержка, гистерезис. И в данном разрешении можем измерять чуть более 220 миллиампер. На высоких токах видим почти близкие значения по току. И самое главное, с возрастанием тока не набегает погрешность и показания достаточно точные. Ну и в старшей модели тоже выбирать диапазоны можем в милли или микроамперах, а вот в целых числах ампера нет возможности выбрать диапазон измерения токов. Ну а на младших моделях за счет более низкого разрешения дисплея есть возможность выбора диапазона измерения в цепи высоких токов. Теперь посмотрим функцию REL. Функция относительного измерения. Эта функция есть на всех трех приборах. Была также и на старой серии. Посмотрим, к примеру, как работает данная функция. К примеру, у нас есть измерение эталонного значения напряжения аккумулятора. Этот режим для начала обнуляем результат, чтобы получить опорную точку. То есть коротким нажатием включаем данную функцию. Загорается вот такой треугольник. И теперь относительно этого значения из большого количества можем сортировать более-менее одинаковым значением элементов питания. Еще одна одинаковая на всех приборах кнопка. Кнопка переключения частоты и процентного соотношения. Но с помощью данной кнопки при удержании также можем включать и отключать синхронизацию с компьютером. Еще одна полезная функция NCV. Так называемый тест скрытой проводки. Бесконтактный способ обнаружения электромагнитного поля. Для начала посмотрим еще интересную функцию. Обнаружение фазы с помощью одного шупа. Почему-то производитель умалчивает об этой функции. Нет ни отдельного режима включения. И даже нет информации об этом даже в руководстве пользователя. Хотя сама функция прекрасно работает на всех трех приборах. Старшая модель также смотрим. Есть такая же функция. Идет обнаружение фазного провода. Но чувствительность смотрим чуть ниже чем на предыдущем приборе. Попытка обнаружения очень малых переменных напряжений поля. Как можем видеть, приборы спокойно начинают видеть. Есть одна шкала индикации. То есть при непосредственной близости прибор способен уловить и очень малые амплитуды. Теперь смотрим на возможность обнаружения более высокое напряжение бытовой сети. И здесь стоит отметить, что достаточно точно отражает уровень поля в зависимости от расстояния. На модели D+, тоже отлично видим есть обнаружение. И все то же самое в зависимости от расстояния, от поля, меняется степень интенсивности, уровень индикатора и свето-звукового оповещения. Но в старшей модели здесь чувствительность кажется чуть-чуть пониже, чем на двух первых приборах. Может быть это конкретно на моем экземпляре так. В прошлом видеоролике на обзоре модели 61 серии мы показали, как устанавливать программу. Также прекрасные возможности архивации, более глубокого анализа. Кому интересно, оставлю в описании к видео ссылку для просмотра. Теперь быстро посмотрим и потребление токов данными приборами. На напряжении в 3 вольта видим прибор не может запуститься. Есть индикатор низкого заряда. Естественно 3 вольта от 4 элементов питания, даже от аккумуляторных, это очень низкий заряд. Но при напряжении в 3,5, попытка включения, смотрим, все нормально работает. Хотя есть индикатор низкого заряда, но при этом в данной модели стоит отметить гораздо ниже токи потребления, всего 4-5 мА. Это конечно не маленькие токи, но с увеличением напряжения до нормального уровня 6 вольт от 4 элементов питания. Но и с увеличением, нет увеличения по потреблению тока. Включение подсветки добавляет еще примерно 5 мА тока. Ну и такой тест, посмотрим потребление тока прибором в выключенном состоянии. А именно в выключенном в автоматическом порядке, смотрим прибор отключается. Но как видим есть мизерные токи потребления и в более точном режиме микроамперов ток потребления составляет более 10 микроамперов. Еще смотрим возможность потребления тока в выключенном состоянии. Здесь тоже видим есть мизерный ток и в режиме микроамперов, то здесь полный порядок. В модели D+, точно такие же токи потребления. В выключенном состоянии тоже видим все точно так же, как и на первой модели. Ну а при уменьшении напряжения до 3,5 вольт, здесь видим прибор выключается. А вот 3,8 вольт, смотрим и прибор нормально запускается. Но тоже с индикатором низкого заряда. Посмотрим ток потребления и в автоматически выключенном порядке. Все точно так же, как на первой модели. Теперь посмотрим старшие модели, но прежде хочу показать еще одно преимущество на обновленной серии. Это за счет высоких граней обравления дисплея. Когда кладем прибор, дисплей не контактирует с поверхностью стола. Ну а в старой модели нужно очень аккуратно следить. Он у меня как новый до сих пор, но дисплей здесь гораздо более уязвимое место. Ну и потребление тока в данной модели 3,8 вольт. Прибор включается, но видим очень большой ток потребления. Так как вместе взяты два предыдущих прибора и даже больше. Ну и смотрим потребление тока в выключенном состоянии. Здесь его нет, все нули. Посмотрим еще разделе микроамперов. И здесь тоже прекрасный результат. Данная модель также после автоматического отключения. Как видим есть определенные токи потребления. Но в микроамперах это чуть ниже значения. Потребление тока данной модели 2,5 мА. При том, что здесь всегда работает и невозможно отключить связь с компьютером. И потребление тока данной модели значительно ниже, лучше новых моделей. Еще здесь отсутствует автоотключение и подсветка дисплея, которые при желании можно самостоятельно допилить. Ну и для многих пользователей наличие возможности измерения температуры только приветствуется. Ну а точность измерения будем проверять на примере кипения воды. Видео также в ускоренном режиме в 2,5 раза. Ну и для точности температура кипения тоже зависит от многих факторов. В том числе и высотой над уровнем моря. Сейчас прежде чем заглянем в начинку прибора. Буду рад поддержке канала лайком, подпиской и комментарием. Моя модель на синее платье первой ревизии прибор. Сейчас вроде все идут на зеленое платье. И на всех приборах одинаково закрыты гнезда шупов. Устранили, так сказать, первые модели проблемы. Это чтобы предотвратить попадение грязи, пыли вовнутрь прибора. Ну и в новых моделях более грамотная реализация наружного канта. То есть одна часть прибора погружается в ответную часть. Соответственно сбоку тоже перекрывается доступ попадения грязи к начинкам прибора. И еще одно серьезное отличие в данной серии. В двух младших моделях нет такого грамотного экранирования из металла. Но здесь, так сказать, ребята хорошо постарались. Хотя экранирование было и в старой серии. Но там уже можем видеть, роль экрана выполняет простая фольга. Хотя и это тоже прекрасно работает. В остальном вся плата нормально имеет нормальную маркировку компонентов. Стоит отметить и позолоченные клеммники предохранителя. Ну и хорошая реализация защиты, судя по количеству варистеров на плате. На углу располагается NCV сенсор. Качество платы и качество пайки отлично, в том числе и на старой модели. Хотя по защите в сравнении с новой моделью, можем видеть, есть очень серьезные доработки. Учитывая число варистеров на плате. Ну и вот этот шунт для коммутации высоких токов в новой модели имеет более толстое сечение. И естественно, это на измерениях высоких токов будет больше влиять на точность показания измерения. Ну и маркировка моделей. Возможно, вместе с датой это и релиз какой-то версии. И видим по два стандартных керамических предохранителя. Как видим, среднего размера предохранители. Теперь смотрим плату для модели B+. Соответствующая дата, маркировка, релиз. Здесь тоже хоть модели попроще. Видим хорошую компонентную базу. И точно так же все промаркировано. Что бы ни говорили, все-таки культура производства бренда Юни Тренд это лучшее качество на сегодня в своей ценовой категории. Спасибо за просмотр.